привет всем сегодня займемся небольшим так сказать обновешиванием нашего джипа чтобы немного придать ему более грозный вид до более бездорожный ну так слегка чего-нибудь добавим в общем давайте начнем задней части сюда мы повесим вот огнетушитель и вот такую канистру то есть с одной стороны сейчас огнетушитель с другой стороны канистру корпус пластиковый поэтому сейчас будем его просверливать насквозь и вешать так примеряем канистру но где-то вот так вот можно повесить все отверстие нужного размера просверлили здесь немного снял фаску чтобы винтик туда поглубже вошел закручиваем туда и с той стороны фиксируем гайкой все готово дальше принимаемся за огнетушитель буду вешать его вот с этой стороны не там просверлил какая-то штучка была отверстие чуть чуть меньше чем сами винтики поэтому даже можно без гаек не фиксировать ничего просто вкрутить и они будут жестко крепить все тоже готово также сгонял пока в гаи и получил новые номера многие спрашивают у меня из чего где я нашел такие номера просто печатаете на принтере потом с двух сторон скотчем и все номер готов готова так дальше поставим освещение но поставим на кузов то есть здесь не буду бампер монтировать вот такой вот комплектик из 8 светодиодов здесь 4 красных и 4 белых честно говоря мне бы красный нужен только 2 2 штуки назад и все вот 4 белых до нужны хотя можно два красных но сейчас подумаем как лучше сделать вот собственно вот такой вот комплект вот так это не выглядит у меня на вся ли уже выведен один разъемчик дополнительный специальный вот от приемника то есть для того чтобы запитать свет а дальше я уже могу поставить игре то образный провод на этот и запитать еще больше света если мне это понадобится чтобы сильно светодиоды не светили я их закрасил маркером и он такой достаточно прочный то есть он потом никуда даже не смывается ничего но которые габариты я закрасил больше а которые будут фары чуть-чуть поменьше то есть верхушку чтобы по бокам еще рассеялся свет ну сейчас посмотрим что получится но вот и все в камеру конечно кажется что он слепящий на самом деле фары не слепит так тускленько особенно габариты вообще тускло светит но даже видно да эти все-таки вот поярче потому что я только спереди закрасил прям верхушку чтобы по бокам было отражение какое-то вот поэтому сейчас получилось да не какой-то слепящий ксенон а так в меру такой для прокладки проводов внутри кузова используем вот такие вот фиксаторы на двухстороннем скотче и все очень удобно нормально значит смотрим что получилось это у нас спереди но корпус сейчас не установлен и давайте сзади посмотрим поставил всего лишь два фонаря сзади красных и все так дальше имеется два вот таких вот фонаря с наклеечками будут прикольные то есть там они с крышками полностью именно буду использовать их с крышками не подключая поставлю сюда на передний бампер сейчас просверлю здесь отверстия снизу прикручу их и все крышками накрою должны смотреться неплохо подключать не буду ну возможность есть но света достаточно так все готово 1 установлен как видите нужно два отверстия просверлить одно для фиксации другое для завинчивания вот этого винтика и все первый фонарь установлен и сейчас я одеваю сюда все на него оставшиеся и клею наклейку но все я думаю выглядеть будет достаточно неплохо особенно когда с наклейками дальше я наклею несколько наклеек напомню что мои наклейки вы можете их приобрести у меня на сайте rcbair.ru дают некие преимущества то есть вот эта наклейка специально разработана для оффроуд моделей для десятого масштаба она дает большие ходы подвески сразу и больше выворот колес да может вы что-то там не заметите но она это придает друзья мы поэтому рекомендую итак смотрим что получилось наклеек добавил совсем чуть-чуть не стал кучами их навешивать сюда думаю будет достаточно посмотрим сзади сзади сделал побольше наклеек различных ну да вот зад поинтереснее конечно смотрится чем передок передок такой все-таки пустоватый мне кажется чего-то не хватает еще с этой стороны да сразу ходы смотрите сразу бешеные стали выворот стал вообще обалденный просто а буквально наклеил наклейку и все вообще класс real main real real man inside так значит что я дальше хочу сделать давайте знаете что мы сейчас сделаем значит смотрим на автомобиль и как видим у нас колеса колеса ну прям подарки до встают да прям четко я думаю мы сейчас их чуть-чуть из арок вынем скажем так увеличим колею мы поставим не то чтобы проставки какие-то специальные а просто хекс побольше и все и автомобиль станет как бы более грозного вида возьмем вот такой вот комплект двенадцатых хексов они должны быть 12 миллиметров то есть по длине то есть вот смотрим штатный хекс опять там с копейками миллиметров и новый хекс но будет почти 12 то есть понимаем что сейчас у нас на 7 миллиметров колеса вылезут дальше итак смотрим разницу здесь у нас стандартный хекс и здесь у нас уже с увеличенным хексом как видите колесо начинает выступать так сделал оба колеса значит смотрим стоковый вариант и теперь тюнингованный вариант разница есть смотрим даже на заднее колесо и видим насколько выступает она видим на выступ есть выступа нету причем я боялся что сейчас начнет чертить арку но нет то есть все равно колесо заходит прямо туда в арку и ничего не чертит даже при максимальном как бы ходе подвески это круто поэтому сейчас ставлю вторую сторону и все но все обе стороны готовы теперь шасси ну незначительное увеличение но в целом оно становится заметно и попутно я поменяю мотор потому что этот весь трещит да то есть тачка вообще ужасно звучит посмотрим сейчас что здесь у нас творится в редукторе за все эти годы эксплуатации и что я заметил смотрите что у меня произошло с мотором вал шатается как я ездил вообще не знаю то есть я не залазил в этот узел не смотрел поэтому сейчас откручиваем здесь сейчас 35 витков моторчик я поставлю 27 витков чтобы тачка на двух баночках было быстрее вот тяги в принципе думаю хватит везде ползти посмотрим как поедет как видите у меня здесь на фиксаторе резьбы но совсем чуть-чуть то есть я оп и откручиваю прикладываю усилия но сами они никогда не открутятся так просто можно и поменять пеньончик но у меня другого нет пеньона поэтому сейчас все равно менять мотор буду и 35 витков у меня тоже нету да мне кажется там все полностью сухое давайте смотреть об да жестоко здесь была изначально какая-то смазка она полностью высохла и все шестерни здесь работают просто сухую поэтому я сейчас все это дело вы ну отсюда все прочищу и уже смажу так все мотор поменял и так как я поставил новый мотор то его нужно будет обкатать там все смазал поэтому сейчас будет работать еще лучше ставим на 6 но все теперь пришло время покатать и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...